Кабмин утвердил повышение пенсии украинским военнослужащим в среднем на полторы тысячи гривен. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, повышенные пенсии военные пенсионеры получат уже за январь. Кроме того, к 2020 году планируется, что их поднимут вдвое. Рева добавил, что военные пенсионеры, участвовавшие в боевых действиях на востоке Украины будут получать большие соцвыплаты, в отличие от тех, кто не принимал участие в АТО. Не менее 17 человек погибли в Мозамбике в результате обрушения мусорной свалки. Еще несколько пострадали. Трагедия произошла в столице страны города Мапуту из-за проливных дождей. Около 3 часов ночи 15-метровая гора мусора обрушилась на близлежащие дома. Пострадало 7 построек. «Все это очень печально. Мы жили с этими людьми бок о бок. Одна девочка была нашей ровесницей. Она была нашей подругой, сестрой, дети тоже. Их отец был другом моего брата. Вот почему это грустно». Пострадавший квартал находится в 10 километрах от центра Мапуту. Дома здесь были построены незаконно. И власти говорят, что ранее уговаривали людей переехать. «Конечно, это не то место, где людям следует жить. Большинство людей уже переселили отсюда, но сегодня некоторые все еще здесь». Незаконные жилые постройки – частое явление для многих городов Африки. Люди стараются поселиться поближе к городским центрам, поскольку там больше зарплаты. В итоге сами строят себе жилища на земле, которая им не принадлежит. И часто эти территории непригодны и даже опасны для жилья. Этих мужчин объединила общая цель – исправить свое поведение с помощью спорта. Лоренс – один из членов тюремной команды All Stars. Все они попали в тюрьму за домашнее насилие. «Представители коренных народов, такие как я, часто пьют, а потом срываются на партнерах». В Центральной Австралии самый высокий уровень домашнего насилия по стране. В тюрьме Элис Спрингс проводят кампанию под названием «Хватит». И главная тактика – футбол. «Домашнее насилие часто возникает в городских сообществах. Его масштабы мы хотим сократить в первую очередь». В этот раз заключенные играют с футбольным клубом Элис Спрингерд Тейлз. Администрация тюрьмы надеется, что такие мероприятия станут ежегодными. В напутствии перед матчем задают тон на игру и на всю жизнь. Никакого насилия. «Я выйду и изменю себя и других людей вокруг». Австралийский футбол – популярная игра в общинах. Она очень жёсткая. И часто спортсмены переносят эту жестокость на своих домашних. Ну а в тюрьме заключенные куча с помощью этого спорта отказаться от насилия. «Прекрасно, что появляется связующее звено между спортом, семьёй и сообществом. Я думаю о том, чтобы изменить свою жизнь. У меня есть дети, и я по ним скучаю». После матча становится очевидным, что настоящим призом для этих заключённых будет жизнь без насилия. В Пакистане прошёл традиционный фестиваль «Незабази». Весь праздник посвящён скачкам. Два дня участники со всей страны соревновали за звание победителя. После изнурительных скачек победу завоевала команда «Голра Шариф». «Победа – это торжество, и можно не сдерживать свою радость». «Это традиционный вид спорта. Мы держим лошадей, а люди наслаждаются праздником. Им весело, и это замечательно». Фестиваль привлекает и местных жителей, и туристов. «Я привёл двух дочерей. Им очень нравится. Они впервые видят скачки. И я рассказал им, как управлять лошадью, как сидеть на ней, что называется седлом, уздечкой и уделами. Это для них новинку». «Мне нравится культура Пакистана, нравятся лошади. Здесь всё не так, как в бразильской культуре». «К скачкам готовятся годами». «Нужно очень много времени, чтобы вырастить отличного коня. Держать лошадей – наша традиция. Но это не только культура. О лошади нужно заботиться». «В соревнованиях важна не только скорость лошадей, но и ловкость наездников. На полном скаку нужно проткнуть копьём маленькую деревянную палку. В фестивале Незаба-Ази участвовали 150 конных клубов. На скачке они выставили 600 лошадей. Международная федерация конного спорта в 2004 году признала соревнования в Исламабаде официальной дисциплиной».